Новая крыша у дома по улице Ландышева, 15-5, появилась всего пару месяцев назад. Ремонт окровли жильцы ждали уже несколько лет, хотя строение само по себе достаточно молодое, всего 20 лет. Но особенности постройки привели к тому, что бетонная окровля стала пропускать воду. Сочинцы задумались о ремонте. Накопить деньги самостоятельно оказалось нереально. 1 миллион 600 тысяч рублей удалось собрать только благодаря региональной программе капитального ремонта. Есть такая поговорка, под лежачий камень вода не течет. Если не заниматься и никому не верить, а тем более еще и не платить, то, соответственно, ничего не будет. Мы же входим в магазин, мы сначала отдаем деньги, потом нам дают какой-то продукт. Поэтому и тут то же самое. Необходимо оплатить, а потом требовать проведения какого-то ремонта. Взносы за капитальный ремонт жильцы дома собирают регулярно. Большинство не стали игнорировать призыв исправно платить. В результате новая надежная крыша, которой больше ни один ливень не страшен. А вот жители дома по улице Чехова, 52, теперь вообще начали спокойно спать. В любой момент электропроводка могла не выдержать напряжения. А потом нагрузка какая? Увеличилась в каждой квартире нагрузка на свет, на энергию. Поэтому была острая необходимость в первую очередь сделать капитальный ремонт по замене электричества, электропроводов старых. И вот, пожалуйста, какой сделали нам хороший. 60 квартир, из которых в 47 живут пенсионеры. Именно они добросовестные плательщики всех счетов, в том числе и на капитальный ремонт. Собирать документы на новую электропроводку начали летом. Новый год встретили уже в безопасном доме. И это только два примера из общего списка утвержденных 47 домов на 2016 год. Уже в конце января в каждом из них будут закончены работы. Просим донести до граждан нашего города это одно. Это все-таки поверить нам, повысить собираемость, которая на сегодняшний день составляет порядка 45%. Это, конечно же, очень мало. Но та работа, которую мы проводим на сегодняшний день, она позволяет поверить, позволяет утвердиться в том, что работы действительно идут. И те граждане, которые участвуют, те собственники, которые участвуют в приемке выполненных работ, они на сегодняшний день довольны. Еще летом жильцы самостоятельно выбирали подрядчика для проведения ремонта. Осенью вышел новый федеральный закон, обязывающий проводить конкурс. Этот факт немного отодвинул сроки завершения работ, но не на много. На этот год список домов уже сформирован. Но окончательный план будет утверждаться губернатором Краснодарского края. Туда войдут дома только тех сочинцев, которые исправно собирают деньги на капитальный ремонт. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.